Доброе утро! Это не сложная неделя. Сложную? Да. Непростую. Много праздников. Много. Ну и, конечно же, мы хотим начать наше обращение с поздравления. Дорогой Игорь Валерьевич, поздравляем вас с днем рождения. Сколько ему там ступило? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear! Игорь Валерьевич! Happy birthday to you! Можно было бы еще так котлетками пожонглировать. Можно было бы посмотреть, а Зеленский в этот раз ему какое-то будет записывать поздравление, как было в сети известное. Как Мерлин Монро в платье? Или как он должен? Да, вот, кстати, котлетки появились. Ну а как же? Летящей котлеткой! Да, надо же объяснить, почему котлетки. Ты вышла из мая. Ну как, почему котлеткой? Ну потому что... Вот есть такая у нас прекрасная новость. Котлетные вечеринки Коломойского. Да. На минуточку. Да. Вот. Издание «Страна» публиковало свое как бы расследование, посвященное тому, что Коломойский от нечего делать. Вот мы видим котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопрос. А можно чуточку выше. Не так давно в светско-политическом словаре «Столица» появилось новое словосочетание «Котлетные вечеринки» Игоря Коломойского. Малинки, малинки, котлетные вечеринки. Это как альтернативная ситуационная комната. Место, где принимаются важные государственные решения и строятся большие планы. Их или святая святых кухня. Коломойский там вербует людей. Или унижает тех, кого уже вербовывают. Кого уже унижали. Через эти его гастровечеринки прошел уже почти весь украинский бомон. Ты хочешь всю статью нам прочитать? Подожди, у нас этой программы не хватит, остановитесь. Алексей, то есть раньше были масонские ложи. А сейчас это все эволюционировало уже в кухне. Буфетные. Буфеты, котлеты. Нет, так смотрите, раньше было кофе идешь пить? А теперь еще с котлеткой. А теперь котлету идешь есть? Нет, я просто жду, вы знаете, что здесь бывают пельменные закусочки. Здесь же котлетные. Сеть такая должна быть фастфудов. Нет, я вообще считаю, что Коломойский скоро должен сам уже вести какую-то кулинарную программу на своем телеканале. Ну и назвать это Бенништекс, понимаешь? Погоди, ребята, Бенништекс. А можно назвать просто Коломойские кофе-котлеты? Кофе и котлеты? КНК. Нет, Бризоль от Игоря, понимаешь? Или просто 3К. 3К. Нет, подожди, есть венский шницель, есть миланская котлета, есть котлета по-киевски, а сейчас должна быть еще котлета по-бенински или как-то вот. Подднепровский. Подднепровский. Нет, ну это очень интересно на самом деле, да, вот как место. Так вам идея для стартапа, слушайте, можно реально там непить котлетки. Кстати, пора, чтобы открылась котлеточная. Котлеточная. Кстати, у нас нет еще такого? Сушечная, пельменная и котлеточная. Да. И сельскочная же есть. И главное через нее пропускать весь политический бомон, потому что тогда ключевая фраза была, что бомон пропускают. Как через голлышко бутылки, знаешь, да. А тех, кого еще не унизили, там написано, унижают. Да, то есть кто не может съесть 10 котлет подряд, тот уже больше не приходит. Ну, то есть хорошие там, а дай конкурсы веселые. Не, ну, заметьте, у Игоря Валерьевича, на самом деле, он еще абсолютно в молодом возрасте, то есть 56 лет, да, ему там. По сравнению с кандидатами в американские президенты, да, там, где за 70, Борни Сандерсу, конечно, 78, у него еще все впереди. Ну, конечно, в Сандерсу, то если котлеты, то только морковные уже можно есть. Паровую, паровую. А тут еще можно какие-то мясные. А тут, кстати, не уточняется, насколько я понимаю, там все, кроме свиной. Ну, потому что свиная, это как бы... Некошерно. Да. Ну, это понятно. Ну, как вы думаете, только подарки будут дарить или, может быть, слать Валентинке? Все-таки совпали даты. Столько любви, тепла, радости нужно подарить друг другу. Надо поздравить наших зрителей со вчерашним днем. С днем рождения Коломойского. День Святого Валентина, который растянулся на уикенд. Мне кажется, он такой, конечно, больше, чем один день. Но мне кажется, День Святого Валентина у нас, это такая, знаете, подготовка к дню 8 марта. Хочу сказать, Святого Марта. Святого Марта. А 8 марта, это, между прочим, День Бесконечности, когда можно дарить подарки, на самом деле. Вот. Это такая вот мини-подготовка, на самом деле. А, кстати, мини-подготовка, это да, но вот что-то твиттер Зеленского не доработал. Не было там никаких вот... Потому что переработал твиттер сразу, поэтому не доработал. А что, зато Богдан разместил у себя картинку. Ну, так Богдан, это же, собственно, главный тролль. О, вот у нас появились картинки, да. Давайте начнем с того, что у нас в Киеве, в столице, центральный универмаг сделал необычный маркетинговый ход. И назвался не ЦУМ, а ТЁМ. Я думаю, там просто окно разбито было, и чтобы стекло не страсть, они начали растянуть вывеску. Ну, я не исключаю. Знаешь, это как у тебя дырка в стене, ты и картинку вешаешь, чтобы не шпаклевать. Нет предела... А кто был в ТЁМе? Нет. После ремонта? Не были. А, после ремонта в целом, конечно... После какого? После последнего? По-моему, там, знаешь, такой постоянный перманентный ремонт, да. Ну, это ж только стена сохранилась от того сумма, который был. А там начиночка ж другая в этом ТЁМе. Лешенька, тут все как бы в стране, знаешь... Стеночки остались, а начиночка как бы другая. Как котлета Коломойского, да. То есть, вроде как котлета, потом отрезаешь, а там... Шоколад. А там напильник. И записочка. Ну, а как вы думаете, какие могли быть записочки? Все-таки ведь День Святого Валентина, это именно когда делаются послания, записочки. Вот написали вы своим дорогим любимым, что «жду тебя так сильно, как жители Троещины метро». Да, я думаю, это недоброжелатели нашего городоначальника. Или люблю тебя. Каждый год. Или любители. Как вечные пробки на проспекте Победы. Вот, кстати. А, кстати, а где там пробки? Везде, Леша. Это одна сплошная пробка. Ну, в пятницу, разве что? Затор, 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 да. Начинаю от выезда с аэропорта Борис-Полеаж, до Житомирской трассы. И до другого аэропорта. Ну. Моя любовь к тебе... А, у меня к тебе бурлит фонтан чувств, как теплотрасса на Руставель. А, это, кстати, известная. Известная теплотрасса. Она, между прочим, бурлит несколько раз. Несколько раз. В год. Даже фонтанирует иногда. Периодически, да. Прекрасно. Моя любовь к тебе растет так быстро, как новостройки в Киеве. Вот. Пусть наши отношения будут такими долгими, как очередь киевской переписи. А я бы добавил еще как очередь в киевское метро иногда. Да. Да, потому что нельзя пополнить карточку, да, и получить жетончик, тебе дают QR-код. Потому что больше двух жетонов руки не выдают. Вот. Ребята, даже можно уже в метро пройти по QR-коду, а мы еще все. И зато исчезли жетончики. Куда еще? Как ты далеко? Да. Мое сердце разбито. Как киевские дороги. Это правда-правда. Это просто Валентинки от Автодора. Ты просто не... Каждая яма на форме сердечка и шлет тебе большой пламенный привет. То есть, если бы они ямы Валентинками закрывали, то, наверное, все дороги были бы вот такого красного цвета. Видишь, что только Валентинков набрать. И Валентинов. Ты не простая, как развязка на мосту Паттона. Ой, она там очень не простая. Это такой город-диффузиал, попробуй. Знаешь, мне кажется, всегда на мосту Паттона стоит машина на аварийке, в которой сидит водитель, складывает коленки и плачет. Потому что проехать с первого раза эту развязку реально очень сложно. Я думаю, сам Паттон мост проще сконструировать, чем развязку на него заезда. Ты хрупкая, как киевские мосты. Устала? Нет, ты такая уставшая, дорогая, как киевские мосты. Кирилл. Вот. Любовь, Влад, езда. Триматися так сильно одне одного, как Аваков за посаду. Ну, я думаю, что не один, можно так сказать, как Сытник за посаду. Как Гончарук. Как Гончарук за самокат. Да. Или еще какие-то. Ну, вы видите, много разных пожеланий. Вот вы любимым дамам вырезали, отправили сердечки. Попье-маше. Попье-маше. Веточку мимозы из ваты. Слепили? Так и хочется сказать, еще не время есть котлеты. Или котлету отправить, кстати, в виде сердечка. Ну, а, кстати, слушай, цветы завянут. Вот. А котлета... А котлета, да. В виде сердечка, тем более. Принесет много польз. Надо брендировать форму. Так, слушай, ты говори, давайте стартап какой-нибудь сделаем. Котлет? Котлета? Ну, да. Как лето. Ларечки. Кстати, как лето. Мафы, как лето, да. Лето, а лето даже скоро наступит, потому что так уже снега нет зимой. Уже сезон дождей начался. Нет, лето, купи котлету. Да. Или что-нибудь такое. Ну, хорошо. Котлет от Коломойского. Это все понятно. Что у нас еще интересного было? Самое интересное, это, конечно же, Гончарук в массовке. Который не держится за массовку. Ну, это ведь просто... Во-первых, это красиво, да, для начала. Очень популярно в сети на этой неделе стало обсуждение, как премьер-министр Украины появился, засветился, напомнил о себе в массовке. Ну, я думаю, это не он напомнил о себе, это ему напомнили, чем он занимался еще 7 лет назад. Его завистники, назовем их так. Ну, там прекрасно, то есть Гончарук талантлив. Он и на митинге мог выступать. Вот. В защиту вкладчиков, и на ток-шоу сходить. И себя назвал, кстати, он на митинге, там, он даже, я читал, ну, в одном издании, он даже писал какую-то такую статейку, да, об этом, где он написал, что я в каком-то смысле тоже вкладчик, инвестор, вкладчик, и потому я выхожу на эти митинги. Ну, во-первых, каждый имеет право налево. Само выражаться как угодно. Выражаться, да. Ходить, битинговать, отстаивать права. Это все, это демонстрация, как это, так называемых социальных лифтов. Конечно. Как можно, так, как, 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 я не знаю, социальный, ладно, даже сказать, социальный гиперлуп, можно вот так вот за 7 лет. Вот, вот, это так мы, это так мы. И участник акции уже в правительстве, уже сам может эти акции, собственно, организовывать. И даже выходить на них, отвечать уже. Ну, главное, знаешь, не поленился, кто-то нашел, вырезал, вырезал, отправил. Я думаю, это все с котлетных вечеринок, вот там вот все на него ищут. А может быть, кто-то на этой котлетной вечеринке сказал, а у меня тут есть такое? Ребята, я недавно посмотрел, нашел, да, но вот на самом деле все было бы смешно и хорошо, если бы наш премьер-министр не подготовил свой отчет как раз в День Святого Валентина. Как вы думаете, это проявление любви к кому? К президенту, к народу, к власти. Только президенту ее по Номенкинской конференции. Он не увидит, да? Любовь, это не услышать его отчет. Это от любви к отчетам. То есть это только Гончарук мог 14 число провести за отчетом. Кстати, на самом-то деле отчет-то он непонятно кому отправил. Вот именно. И был ли отчет вообще? А был ли мальчик для начала? Нет, я думаю, что Гончарук просто мог отправиться. Гончарук на акции-то был, а вот... Сердечко написать отчет. Да, и там... Валентиночка. И там написано, все будет добро, тримаемся. Да, да. И Лепестки роз. Нет, там написано другое. И вот эти фразы там ухандохали. Зарасята. Зарасята. Нахароводили. Нахароводили. Ну вот, то есть вы относитесь исключительно как к проявлению внимания, да? 14-го? Ну, а как это? Я думала, что, конечно, мы увидим какую-то очередную красивую фотографию, где они вместе держатся за ручки и говорят, все будет добро. Это жирный троллинг. А до президента ждал Мюнхен. Это жирный троллинг. То есть, как бы ему тут не до вот этого. Алексей, это жирный троллинг. Назначить отчет на 14-е число на день 100-го Валентина, когда вообще в Верховной Раде никого нет. Президент в Мюнхене, Верховная Рада на непленарной неделе. И вот как бы... Вообще-то это талант, по-самому. Это отчет-то есть, а вас-то нету. Еще какие-то мне вопросы? Во-первых, он пришел и попытался отчитаться не в Верховной Раде, не перед президентом даже. Он пришел на ток-шоу. Во-первых, не пришел, он на самокате приехал по старой традиции. И да, начал записывать свои... Вечер-пятница мог и приползти, между прочим. Записывать свои достижения, абсолютно все там. Вплоть до того, что после пятницы наступила суббота. Вот. И вообще, после зимы, лета. И понедельник. И вообще, скажите спасибо, что морозов нет. Морозов? Каких? Александров? Каких вам еще морозов не хватает? И каких вам еще ресторм? Первое правительство, которое, дабы тарифы для населения были не заоблачные, климатическое оружие вводит. Слушай, не просто климатическое оружие, где-то и вирусы, и все. Вот Гончарук, допустим, пытается забрать украинцев из Уханиска. Да, уже две недели. Да, и как раз, главное, теперь там запретили куда-либо выезжать, выходить из домов и какие-либо передвижения, а мы еще как бы все. Мне кажется, там вообще застряли. Не забрали. То есть уже другие страны забрали на своих, я не знаю, на чем. Вот Гончарук, да, нашел оправдание задержки эвакуации украинцев из Уханя. Думал, что он заберет украинцев на самокате? И вот как написано новость, эвакуацию украинцев из Уханя, Китай, отложили якобы, вот мне это слово якобы, с целью минимизировать риски проникновения коронавируса COVID-19 в Украину. То есть первые несколько самолетов тому не помеха, да? То есть те они уже все привезли, а эти как бы... Нет, Гончарук ждет, пока китайцы забредут сыворотку там про какое-то противоядие, да, Правда, сыворотку там ждет. Как только вирус будет уже окончательно поборен, тогда можно эвакуацию начинать. Ну, побор ему, да? Да. Бори, тыси побор ему. Ребят, вот следующая новость, она, конечно, была буквально самой топовой после нашей прошлой программы, но не обсудить мы ее не можем. Это, конечно же, римские каникулы. Римские каникулы сами по себе прекрасны. Они дали почву для множества разных... Вообще-то, да, это фильм с Одри Хэмбер, но мы не об этом. Мы о том, как президент посетил Ватикан. Зеленский в Ватикане рассмешил папу. Это какое-то новое комическое шоу. Не рассмеши смешного, а рассмеши понтифика. Рассмеши папу. А я вижу, а Ермак стоит уже немного в такой позе, явно получая гриман на правление на Трисе Батковой. Не, просто конь ходит буквой Г, мне кажется. То есть согласовали назначение. Папа согласовал. Да. Ты хочешь сказать, с папой было все? Или вот это тоже. Фото Владимир Зеленский и Тато Франциск. Тато Франциск, это вообще прекрасно. Но вот вы... Это, кстати, тоже, да? Это гугл-переводчик или куда они засовывали? Это РБК, между прочим, Украина. Ну, куда они засовывали? Ну, вот как-то получили Тато Франциск. Еще очень смешно, когда говорят папы и имамы. И имамы. Да, вот это тоже. А вот это все святое семейство. С картинкой, да, нового времени? Конечно. Да. И гончарук, как на акции. Ну, вот а как вам эти все бронежилеты, дресс-коды и все остальное, что вызвало немало очень обсуждений? Ну, конечно, сам Ермак, ведь эти римские каникулы еще раз показали, что... Отсутствует Богдан. Ну, между прочим, Богдан греко-католик, на секундочку. А его не было. Подождите, а вы не думали, что Богдан все это фотографировал? То есть, знаешь, бывает инстамуж, а бывает, как это, инстаглава офиса, тогда еще, в тот момент. У него просто задача фотографировать и все закладывать. Мне кажется, он уже был в Киеве, и, как говорят, он уже там собрал из спортзала гантельки. Какие? Золотые? Но это же было... Фитнес-клуб, пыльные гантели, да? Это же один из главных критериев, помните, до его отставки, когда вот пошли эти слухи, что, ну, теперь инфа на 90% подтвердится, Богдан забрал из спортклуба на банковой гантельки. Все. Любимые гантельки. То есть, прихватил все с тобой. Весь спортклуб. Фитнес-резиночки, да? Я думаю, что пока президент был в Риме, да, а Богдан... В Киеве. Собирал в чемоданчике. Держал пристайка. Мне кажется, он просто удерживал силой. Кстати, пристайка не было. Мне кажется, что Богдан, вот на самом деле, ребята, просто силой в каком-то борцовском приеме удерживал, не пускал в Италию пристайка. Вот вам как... Ну, как вы... Или пристайка, может, помогал ему паковать. Шнуровал шнурки, короче, на бутцах. Пристайка, думаю, надо же какую-то гантельку взять, а то мало ли. Скоро тоже на выход попросят. Ну, кто-то держит дулю в кармане, а кто-то гантельку. Поэтому... Ну, много, кстати, шума все-таки вызвал этот визит. Нет, конечно, потому что, ну, сам по себе визит в Ватикан, он, понятно, он, скажем так, вызывает внимание Папа Римский, Зеленский, да, вот это все поведение. То есть хорошо хоть белый дым не пошел, да? Зеленский КПЛ. Сразу же. И более того, у нас, знаете, Потик, когда-то в кремлелогии, да, смотрели, а кто где стоит, почему кого-то нету, кто-то есть. Ну, то есть это, конечно же, вызвало такой вот резонанс. Ну, понимаешь, они просто думали, что там просто здесь должны быть какие-то символы иллюминатов. Кто поднимет палец вверх, кто там опустит глаза. То есть все как на картине «Тайная вечеринка». Конечно, ну, все искали какие-то необычные смыслы, значки, перстни, понимаешь, там пентаграммы. Тем более, что, насколько мы знаем, Папа же пригласил Зеленского в Ватикан. То есть тот, который Тата Франциск. Да, Тата Франциск пригласил. А как вы думаете, у нас появится теперь какой-нибудь, там, не знаю, сквер Таты Франциска? Мама Франциска. Сквер Таты Франциска и перекресток мамы Франциска. Ну, как-нибудь. И там должны висеть светофоры обязательно. Без него никуда. Франциск попадется в маму. Ну, вот хорошо, ведь эти римские каникулы во многом, они открывают целый, как бы, простор обсуждений. Конечно. И Аваков там присутствовал, кстати, заметьте. Ну, куда ты все бежишь, торопишься. Аваков, ну... Аваков это да, но... Ватикане. Вот скажи, в чем смысл брать с собой на, как бы, международный визит, не министра иностранных дел, а министра внутренних. Как? Какова там недвижимость есть? Это во-первых. Во-первых. Апельсиналу с очку попить, да? Во-первых, это уже решает проблемы с логистикой. Есть недвижимость, есть где остановиться. Ты еще скажи, что они на лоукосте полетели, да, и сэкономили просто, чтобы не брать какую-нибудь квартирку в Букинге или РНГВ, остались просто у Авакова. А во-вторых, чтобы Аваков не нашкодил в Киеве, его лучше сдержать ближе к себе. То есть лучше возить с собой. Конечно, так безопаснее. Везде. А тут там... А что, тебя с силовиками сердечко выложит ему? Ну, кстати, поэтому мы еще и в Париж брали на нормандскую встречу, чтобы он тут не устраивал всякие там Майданы, Штейнмайер-Майданы. Ты думаешь, что это такая почетная, почетная, как караул, что ли? Которая возит с собой Авакова? Почетная ссылка. Ну, вот хорошо. Ну, а все-таки визит, как вы думаете, спровоцировал вот этот вот итальянский изменение в... В офисе? Конечно. Ну, так нам же было, что фотографиям показывали, где Ермак стоит в такой позе, скажем так, вот... Склонив голову. Смотрит, да, в половую щель. Вот, и папа Ревский довольный. То есть это же явно соглас... Как это? Раньше было посвящение в рыцаре подобной ситуации. Ну, не знаю, там мечи заставали. Обязательно смотреть туда? Обязательно смотреть в эту щель. Кирилл, в полу для того чтобы... Может, там какой-то вход в тайную библиотеку? Не знаю. Ну, давайте... Там тебе выдают такую книжечку, как бы дело в офисе президента. Там тебе выдают, да... Ну, как на Прозоро, сертификат. Там конкурс выиграли. Ну, и с этим вот... От понтифика... Печать, конечно, надо... Да, да, Сургучёва. Сургучёва кольцом обязательно. Кольцо, да. Да, то есть там просто, ну, как бы, диджитилизации еще нет. Они их в цифровом виде не могут. Не дошла до них, да? Там они все такие агриманы выписывают. И вот с ним, собственно, Ермак и как прискакал в Киев. Прискакал. А может, папа им просто дал всем разрешение на индульгенцию, знаешь? Нет, просто там, условно, делай что хочешь, только вот пополняй казну. И все, тоже удобно. Не, ну, знаете, как такие, я видел такие мемы, да, Бог дам, Бог взял. Не, Бог дам, Бог взял. Вот. Это не просто какие-то мемы, мы их даже могли бы показать. О! Да. Ну, как-то у нее тут по лицу видно, что он не очень рад. Доволен? Да. Ну, как только оттенки... Хорошо, ребят, но ведь эта вся ситуация, она ведь, как бы, ограничения некие вела. Вон, Богдана не пустили в кондитерскую. Калина. Это с чем может быть связано? Как с чем? Вход воспрещен. Да. Намек. Всем Богданам или только Андреем? Или всем Андрею? Андрею Богдану. А если вот, представьте... А если пришел Андрей с Богданом? Да. А если с Богданом? Надо запятую поставить. Андрею, запятая, Богдану. Вход воспрещен. Нет, а если есть однофамилец? А если... Это один, а другой нюанс. А если приходит человек, и он говорит, вы Андрей Богдан? Он говорит, нет, я не Андрей Богдан. Вот докажи, что ты Андрей Богдан. То есть, получается, они что? Они будут проверять... Айди какую-нибудь. Айди какую-то, да? То есть, это что кондитерское, что там продают вообще? Слушай, да после нововведения моллюски, он мог уже и поменять имя, фамилию. И вообще, после того, как он уже перестал быть в Зените Славы, да, и съехал с гантельками с офиса президента, ему только на котлетную вечеринку можно будет. Нет, так просто... Так он же не на конфетную, а на котлетную. Может, они просто... Может, он перепутал? Перепутали. Да и вообще, если они хотели запретить... Так, наверное, на весь фотографию. Нет, подождите. Или тогда котлетная вечеринка проходит в Калини. Что? Как вариант. Как вариант. И вот туда, как бы, нельзя заходить. Туда котлета там тоже шоколадная? Ну, кстати. Кому какая попадется, знаешь, не знаю. Если есть морковные, то, наверное, есть и шоколадные. Ну, не без этого. То есть, интересно, не Переловки сейчас все-таки... Нет, и тут вопрос в другом. А Богдан вообще туда ходил? Слушайте, а вы вот эти новости все откуда черпали? Это живой, как бы, или это 3D-видео? Откуда вы новости сейчас черпаете все-таки? Из ленты новостей Фейсбука, из каких-то новостных сайтов, Телеграм-каналы, откуда? Вот вы читаете Телеграм-каналы? Так, все выходим на улицу, общаемся с народом. С народом? Да. Вот вы, Алексей, читаете Телеграм-каналы? Покатушка вообще с ним в транспорте. У меня есть более того, у меня даже собственно есть Телеграм-канал. Я надеюсь, все подписаны на него. Ну, наверное, вас не читает, Алексей, наш президент, потому что Зеленский сообщил, что он не читает Телеграм-каналы из-за грамматических ошибок. Вот он говорит, открываю, смотрю и плачу просто вот. Смотрю, плачу и вызываю министра образования новосад и спрашиваю, доколе это будет проходить? Растать запятые, исправить ошибку. Каких вам реформ образования еще не хватает? Ну, заметьте, новосад же это писал не в Телеграм-канале, а на это писал и в Фейсбуке. Я думаю, что новосад так и задачили, что она выставила целый список вакансий как раз в министерстве, сейчас очень активно ищет по всем направлениям. И должен быть человек специально в министерстве образования, исправитель ошибок. Ошибок новосад, это отдельное должное. Я так понимаю, да? И еще должен быть, конечно, обязательно еще исправитель ошибок в Телеграм-каналах. Читает. Как минимум еще копирайтер нужен в министерстве образования. Не, на то, что президент читает, это уже хорошо. Не, ну, ты не видишь, за тобой прям шевелящиеся губы. Он прям читает совсем читать? Может, он нам тексты пишет, ты же не знаешь? Ну, хорошо, как он читает, мы видим. Ребята, он же не только читает, он еще и танцует, ко всему прочему. Президент как раз, он очень активный, он победитель конкурса танцоров, да? Кстати, да. На паркете Олена Шаптенко и Володимир Зеленский. А уловите разницу, что вот выкидывают с Зеленским вот такие, ну, какие-то видяшки классные, где он там до премьерства танцует. А с Гончаруком до премьерства какой-то страшно, а кто на акции, кто на этом. Ну, а смотрите, а ведь флешмоб запустил никто другой, как Нефедов, понимаешь? И понеслась. Просто... Не, ну зато, взумите, смотрите, все равно это, ну, как бы видео, да, по сравнению с Нефедовым или Гончаруком, я с Кириллом согласен, ну, танцует и танцует, смешно. Ну, он вообще смешной сам, давайте честно, ну, тут не новость, у нас смешной президент, это, в принципе. И, насколько я понимаю, это было же до президентства, когда он себе еще мог позволить вот так выйти. Так он сейчас может позволить? Нет, сейчас надо специально в Оман лететь, чтобы танцевать, ребята, вот непросто, да? Или Ватикан можно. Нет, ты думаешь, что он летал в Ватикан потанцевать? Ну, там какое-то место специально. Я думаю, в Ватикане он еще себя держал в руках как-то, да, а в Омане уже не смог. Да, помните, как это по поводу Ватикана писали? Так как это помещение, да, Теленский спрашивает, как это помещение у вас называется? Собор Святого Петра. Вы издеваетесь? И как тут развести камин в Сехстинской капелле уже? Ну, потому что же централизованного отопления нет, газа у вас нет. Слушай, со своими дровами или со своим бревном надо приехать? Мне кажется, что бревен у него как раз в команде хватает. Можно было и подкинуть пару. Сейчас сходим в вашу тайную библиотеку в Ватикане, подсчитаем запрессионную литературу. Пролезем в щель. Ребята, я думаю, что как раз про тайную библиотеку, наверное, все-таки не в Ватикане. Поедут в Соединенные Штаты искать тайную библиотеку, причем не сам Зеленский, а окружение. Что у нас там за новость? Слуг народа вывезут не куда-нибудь, а за океан. Наверное, точно в тайную библиотеку читать какие-то сакральные знания. Вот, знаете, есть там охотники за сокровищами, есть охотники за знаниями. Так, сейчас, давай даже зачитаю нашим зрителям. Давай. Депутаты, слуги народа поедут учиться не куда-нибудь там, а в США. Правда, свободное от работы время. Так у них любое время, оно свободное от работы. Ты считаешь, что они сильно трудятся? И дальше, не только наши, со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует. Волгом Трэвел называется. Это такой учебно-ознакомительный программ. Ну, 4 месяца, да? Один поедет. А вот дальше об учебе. Они предполагают 3-5 дней провести в Конгрессе США и еще пару дней ближе к местному самоуправлению. На пляже. На пляже. По серфинам немножко. Давайте вот расшифруем. 3-5 дней в Конгрессе, это что там? В Вашингтоне по всяким шопинг-моллам пробежаться, а потом еще, да, и проехаться там к пляжам, Саша, я согласен. К местному самоуправлению. От Вашингтона до пляжей как бы далеко. Нет, ну ладно, лететь можно на западное побережье. Там посмотреть на, там, как хотел сказать, рынок земли. Как функционирует игральный бизнес в Лас-Вегасе. Опробовать все. Вот, и... Вот смотрите, в сложность. Но опять же, тут вопрос по графику. Мы сейчас ставим в приоритете посещения Рады, комитеты и выполнения связанных с этим задачей. То есть пока все остальные... Все остальное и в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Ну сейчас они будут два месяца там по правочке и по земле голосовать. Я думаю, для многих... А потом пойдут пить кофе в Старбакс. Но Рахамид говорил, что он может месяц не ходить, пока будет земля рассматриваться. Просто не ходить месяц. Да, так он так и сказал. Сидячий флешмол? Так он сказал, а зачем мне ходить? Сидячий флешмол? Он сказал, зачем мне ходить? Месяц будет вот это рассматриваться по земле. Ну как малюска в лотосе сидит, так и эти все сядут дружненько. Так он же медитацией стал заниматься. Он же прославился этим. Так слушай, и Арахамид говорит, что он медитирует. Так это Арахамид, вот я же о нем и говорю. Катя, вот вы заметьте эволюцию. Летом они ездили в Трусковец учиться, а сейчас ему уже в Штаты подавали. На 3-5 дней. А следующее куда? Они захотят построиться, говорят, Маск вези нас на Марс. На Луну. Помните был такой, когда... Дидо, дидо. Кажешь, все полетели в космос. Так и тут. Все депутаты полетели в космос. Но это все хорошо, но... Не, ну порадуемся за них. Смотрите, это ведь... Я думаю, многие даже скинутся деньгами, чтобы в космос они уже побыстрее... Но это не все еще первые от слуг народа. Вот, допустим, одна... Депутат. Достаточно известная депутат от слуги народа, Ольга Василевская-Смоглюк, заявила, что коронавирус, над которым вы так смеялись, это вообще на самом деле не угроза. А маркетинговый ход. То есть смеяться дальше? Над кем? Над коронавирусом? А маркетинговый ход для чего? Ну как для чего? Для вот этих авиакомпаний, которые эвакуируют весь мир, свои граждане. Потому что я слышал другую... Вот вроде бы она же это сказала, что это маркетинговый ход для того, чтобы продать маски. Илона маски. То есть вот эти маски. А, вот эти маски. Ну то есть... Ну это не окупит, мне кажется, Китаю, честно говоря, всех этих убытков, которые он сейчас получает. Продажа масок. А если маски будут от Валентина или там... Маски от Валентина или от Гуччи? От других брендов. От Ватикана. От Ватикана, там со стразами. Ну между прочим, кстати, вот вы смеетесь, а Папа Римский-то помогает во всяких, кстати, бедах. Поэтому помощь, это серьезно, гуманитарно, это не хухры-мухры. Все это, конечно... Ну Кирилл, ну как ты вот прокомментируешь вот эту фразу? Это значит, что слуги народа, они уже прекрасно понимают, что в Украине-то безопасность полная. Но, кстати, сама же... Все маркетинг. Я сказал, что купила 10 масок. То есть это... Заговор... Слушай, маски, это почти как шапки из Доноса. Тут надо просто на сувениры раздавать. То есть они считают, что это маркетинговый ход, но сами на него на этот ход и... Клюнули. Конечно. Это знаете, когда-то был такой анекдот, ну не то, что даже анекдот, а такая быль, да, когда читает умный человек газету, и там соцопросы о выборах, да, и там написано всякое. Ну, умный человек думает, ну, это все ложь, это все... Манипуляция? Манипуляция. Я в это все не верю. Как бы... Но... При этом он думает, ну, я-то в это не верю, но какой-то глупый поверит. И придет, и вот так сделает, как тут написано. Пойду-ка и я, и сделаю вот так, как тут написано. То есть когнитивный диссонанс. Ну, смотрите, это все у них там где-то, а у нас вот тут вот со всем под носом, гораздо все сложнее. У нас вызов скорой помощи может стать платным. Как вам такая новость? А если, значит, что денег нет, откуда списывают? Ну, ты же звонишь с мобильного. Так это уже не скорая помощь. Ребята, почку вырезают. Представьте, вот человек звонит, ему говорят, деньги есть? А номер карты, да, на замке, перечислили. Пин-код. Пин-код, да. Это, кстати, уже, да. Это все надо... А как будет у нас конституция, которая говорит, что у нас медицина бесплатная? Обнять? И плакать. Эти нормы, потому что не выполняется это все. Но смотрите, это ведь не единственный вопиющий случай. Скажем так, медицинскую помощь в Украине получить все сложнее. Да. Это доказывает масса случаев, вплоть до летальных, когда люди обращаются за помощью, находятся в медицинских учреждениях и не могут. Не то что рассчитывать. У нас и даже по времени медицинская помощь приезжает, это уже не скорая помощь, А нам же обещал Гончарук, подожди, как это назвать, средняя помощь? Или как? Слушай, о том, что непорядок, что у нас условно там пицца или глоба, или приезжает быстрее, чем скорая помощь, обещали эту всю ситуацию исправить. Так самокаты можно раздать. Не, ну они же действуют... То есть медицинские самокаты, это, вы думаете, мобильные фершерские бригады на самокатах? Они действуют на принципу Гиппократа. Все просто. Там же сказано, не навредить. Чтобы не вредить, они как бы пытаются там... Отстраниться. Ну да, существовать практически в космосе. Не, ну у нас на самом деле медики хорошие, по сути, да? Другое дело, что мне кажется, это вот еще усложнит действительно людям доступ к медицине. И то есть, еще больше будет стимулировать то, что люди будут лечиться сами, на рекламу ориентируясь, всяких медицинских препаратов. Золотые пирамидки там покупают. Да, маски. экстрасенсы и прочее. По многим. Но ведь это на самом деле очень страшно, ребята, потому что... Да. Это по сути отсутствие скорой помощи. Потому что платная скорая помощь это отсутствие скорой помощи. просто ее надо переименовать в медленную помощь. Да. Или... Денежную помощь. Денежную помощь, да. Или помощь за деньги. Или возможную помощь, если у вас есть деньги. Просто за деньги. Просто. Сокращают, да. Просто за деньги. И ты туда звонишь и там получаешь все. Да, котлеты там. Кофе, кофе, маски. У нас как раз звоночек, и, наверное, будет связан с вопросами медицины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Вот такая проблема, как раз вы обмакаете про медицину. У меня буквально в прошлую субботу вызывали скоропомощь. Так эта скоропомощь ехала в годину, пока мы не дождались. Было подозрение на инфаркт. А вы звездки? Приехали. Чтобы мы понимали, где это было. В Романовский район, Житомирская область, бывший Держинский район. Это лишь Биковка. Ну все обошлось? Помощь вам оказали? У меня просто была межреберная нервология. Так это меня спасло. Если бы, конечно, был инфаркт, так я бы уже с вами зараз не разговаривал бы. Давно уже было. Спасибо. Мы желаем вам крепчайшего здоровья. Ни в коем случае не болеть и пореже сталкиваться с медициной. Но это подтверждение и показатель до того, что... И это, кстати, следствие Ульяны Супрун еще. Подожди, они могли сказать, что вообще окажут помощь по скайпу? Секундочку. Или медицины, обещали. А если у вас нет скайпа? Они просто не могли сначала соединиться. А если там интернета нет? Там решили, что лучше все-таки приехать. А если у человека нет скайпа интернета? Ребят, но если нет интернета, это провоцирует другие проблемы. Вот у нас сейчас ввели Додатак Дия, вы знаете. И якобы вы можете теперь показать... Якобы. Полицейским, если есть телефон, раз. Если у тебя есть интернет на трассе, два. И вообще, если у тебя есть автомобиль. Что, кстати, тоже немаловажно. То есть слишком много если. И какой? Ну вот действительно, пишешь, что остановят тебя на трассе. А нет там, отродясь интернета. И ты говоришь... А если ты, например, на лошади едешь? Да. Тебе говорят, покажи Дия вот эти свои права. Техпаспорт на транспортное. Нужны транспортные права? И как это называется? Какую-то медсправку там еще о том, что лошадь. Вот, вот мы видим. Так ты просто говоришь, что ты не жакей, а диск жакей. Диск. Они говорят, а Дию покажите. Покажите. Где у вас это написано? Вот смотрите, теперь права этих паспорт на авто могут быть в вашем спартфоне. Нужно загрузить приложение специальное. И можно через QR-код, так же как и в метро, так теперь здесь показать. Скоро голосовать через QR-коды будем. Документики предъявляем, скинул в личку. Вот скинул в личку, это действительно смешно. А если вот действительно, ну нет, то ни смартфона, ни Дии. Ни машины? Ни машины. А тебя остановили? Я говорю, только покажи. Я вообще-то еду вот на этой лошадке в ближайший медпункт, понимаешь? Да, да. И вообще у меня скорая помощь. Вообще-то, да. Я местный, да, местный фельдшер, еду туда заодно помогать. Ну вот смешно было бы, но... Интересно, а полицейские тоже свои документы будут показывать в Дии? Не, ну... Нет, так они... Сержант Петренко, да, и вот вам... Это все проще. Они даже будут себя в форме показывать в смартфоне, а сами будут приходить... То есть сами будут стоять как угодно. Ну, конечно. Голограмма Меланшона, знаешь, появляется у себя такая. Подождите, у меня есть в парадной форме. Дия, включаю. Ходите в патрульной форме, там. Ходите за рулем. Ходите сброшу в личку. Ходите на котлетные вечеринки, я недавно был, посмотрите. Нет, хотите сброшу в личку. Хотите на танцах. Вот, да, с оружием есть там серия. Да, в красном платье. Хотите в личку, а вот и контакт. Еще, знаете, такое приложение знакомств уже хотите? Так это уже Тиндер, понимаешь, или как он там называют? И можно будет сесть в Дии? Нет, вы нам не нравитесь. Да, этот инспектор не подходит. Ну, вот смотрите, было раньше видео, очень тоже нашумевшее, когда инспектор обращается полицейски непосредственно к водителю на английском языке. Вы помните, это Welcome to Ukraine. Оно было очень громко. А сейчас вот есть новое нововведение, и говорят, что офицеры должны знать английский язык. Когда ему Welcome to Ukraine. Подождите, потом поговорим, я к доктору спешу. Но вот смотрите, заявление о том, что офицеры... В СУ обязаны знать английский язык. А какой английский? Ирландский английский исключительно. Кстати. Или английский Трампа. Вот. Или есть, знаете, вот в Википедии, там есть обычный English, а есть, например, Simple English. Simple. Ну, то есть, это такой вообще упрощенный английский. Who is on beauty today? Вот, да. Велком to Ukraine. И писавчок, да? Нет, а вот эта фраза Welcome to Ukraine будет считаться, что уже знают? Конечно. И можно сказать goodbye. See you later. Да, see you later. Нет, и London is a capital of Great Britain, да. Хотя сейчас это не политкорректно, что Британия же выпала из ЕС. Ну, выпала. Ну, конечно. Ну, как это уже, лучше так не говорить. Лучше там сказать Brussels is a capital of EU. Так, 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 подробнее, из каких это пор, Лондон у нас не столица. Ну, Лондон-то столица, но уже не в Европейском Союзе. А мне кажется, что вы просто английский. Лондон is a capital of Great Britain. Great Britain, это... Я понимаю. Она как была, такая столица. Алексей просто хочет сорвать план по подготовке офицеров по знанию языка. То есть, надо говорить другую фразу. Надо говорить, не знаю, Брюссель – столица Европейского Союза. Париж – столица Франции. Надо просто знать, что «велик» и «британия» – это слово «велик», да, там все ездят на великах. Поэтому... Ну, потому что это уже так будет звучать, как какая-то провокация. То есть, мы же типа как в ЕС идем по Конституции. Они там на великах, а мы тут на замоках. А тут мы говорим «Лондон is a capital of Great Britain». К чему бы это? Подождите, ну, слушайте, ну, президент... Это что, какое-то антиевропейское высказывание? Вы слышали, как он разговаривает у нас? Просто образец, заразок. Да, хорошо говорит по-прессе, да. Ну, не всегда, но скажем, что... Ну, как, Трамп его через слово понимал, мы же видели это в знаменитые кадры. Так и мы иногда через слово понимаем и ничего. Но вот как вы думаете, Зеленский, когда отдыхает, он на каком языке разговаривает? Я думаю, он как рыбки там просто. Я думаю, что он говорит по-русски. По-русски? Независимо, где он отдыхает. Ну, скорее всего. А в своей этой «Оман лови видпусти» как вы думаете? Амбудсмена? Подослать. Ну, видите, она как-то исчезла, да, вот ту, которую избрали у нас? Она просто занята работой, не надо. Подожди, Алексей, она получила первую зарплату и пока тратит. Костюм с отливом и в Ялту. В Ялту не поездишь, подожди, сейчас все в Оман. Ребята, ну, я думаю, что все в курсе нашумевшие новости о том, что не секрет, что президент у нас летал в Оман. Как раз в январе у него была то ли визит, то ли отпуск. В Оман даже назвали это «Оманлова видпустка». Но все было бы ничего, если бы не прозорливые журналисты, которые все время не сидятся на месте, то они его фотографируют в пальмах, выкладывают, то они... В кустах, да. Это в разное время суток просто. То они пытаются разобраться, на каком он самолете туда долетел, с кем он был, кого видел. Да, эти знаменитые ночи. В Крыму теперь кому, да? Ну, хорошо, как вам новость о том, что в Омане могла произойти все-таки какая-то тайная вечеря? А не Ватикане? Ну, нет, вот понимаешь? Ватикан, Ватикан это для прикрытия. Ну, Ватикан был позднее, Ватикан будет вскрывать позднее, как он летал, и с кем, и на какой вилле он отдыхал, у кого и апельсины, где он ел, да. А вот по поводу Омана, как вы считаете? Ну, честно, мне кажется, что слишком тут много совпадений. Слишком много самолетов. Не, ну просто, как бы, вот если так, я смотрел, да, вот эти нюансы, если смотреть, то, как бы, это же не факт, это интерпретация. На этом самолете летел такой-то. Вин джерел до джерел. Да, на этом самолете летел такой-то, ну, а может на нем до этого там летал вообще по-парински или еще кто-то. Что самолеты, чартеры, они как Uber, ты никогда не знаешь, кто на нем ехал до тебя. Не, ну это у Сергея Лещенко самолет как Uber. Не, подождите, у него вообще Uber-поезд, начнем с этого, у Лещенко. Нет, а зарплата... Uber-шаттл у него, да. Гиперлуп уже скоро будет там. А зарплата позволяет, и самолеты Uber как использует. Вызвал самолет, себе полетел. Не, ну просто мне кажется, что если бы действительно они хотели встретиться, да, то они бы выбрали... Скатраши. Да, то я не думаю, что вот они вот так бы... Тут ты, потом ты летишь на том же самолете, на котором я летел. Ну это же как бы... А зачем ты берешь в отпуск Ермака? Вот скажи мне, если вот ты устал... Саша, как это отпуск без Ермака? Ну, если нет Бога, то должен быть хоть Ермак на фотографии рядом. Надо с кем-то общаться. Это ж скучно. Поехать просто в отпуск. Кто-то тебя должен сфотографировать. Да, как минимум. В конце концов. Кто-то должен же эти чеки потом собирать и нести в офис президента. Нам нулечку, да? Юлия Мендель оставили за старшую. А вот кто у нас за старшую? Ну тогда она была. Теперь будем знать, да. Так, у нас есть еще какая-то новость. А Богдак, кстати, тогда... Вот, кстати, тоже интересно. Тогда была такая новость, что Богдан тогда поехал, знаете, куда? На Тайвань. Нет, не туда Вань, на... На Хайнань. На Хайнань. На Хайнань. Ну, видишь, у него, кстати, хороший иммунитет, раз он вернулся. А, кстати, мы его не видели. Его же, может, и уволили, потому что на карантин посадили. А мы его не видели. Был в Китае. Кирилл, заметь, а мы его после возвращения... Вот ты видел Богдана? Я и Андрея не видел. Ну как? Какого Андрея ты не видел? Тут же эволюция от Андрея до Андрея. Стабильность. Все равно, хорошо. Но вот ситуация с Оманом будет стоить Ермаку все-таки какого-то такого сложного старта? Нет, а может быть, наоборот, это попытка... Еще одну путевку получит. Смотрите, а может быть, наоборот, это попытка информационно, да, осложнить для Зеленского контакты с Россией. И передвижение. То есть, знаете, как вот демократы, помните, загоняли Трампа, чтобы он не встречался с Путиным, а они ему рассказывали, что у него и тут и такие связи, и такие, и третьи, и десятки. А тут загоняет Зеленского, чтобы он не встречался с Патрушевым. Какая схема. То есть, это уже новое шоу, у нас было «Рассмеши понтифика» и «Загони Зеленского», да, это, то есть, как бы, уже... Ну, просто вот так, если вдуматься, то, конечно, странное появление этой информации именно сейчас. Ну, как интернет работает, так вот и нашли информацию. Слушай, раз ты уже про интернет, главное у нас все-таки... При всем уважении, как бы, к журналистам, то есть, наоборот, я считаю, что они, наоборот, должны контролировать, и действительно, Зеленский лучше бы, да, они не вот так запутались с версиями, куда он летел, что это был официальный визит, или... частная какая-то, я не знаю, частный отдых. Ну, раз мы вспомнили про интернет, то нельзя не сказать о нашем прекрасном господине Дубилете, который хочет через непосредственно... Посчитать, посчитать жителей неконтролируемой территории через спутник. Я говорю, давайте тепловизором их еще. Ну, и давайте тогда на этой прекрасной ноте попрощаемся с нашими зрителями. И скажем им, что как посчитать через спутник граждан Украины в Крыму и на Донбассе, они узнают в следующую субботу. Вот. Обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...